Слезоарабской весной мир ждет весна латиноамериканская, то есть череда революций и переворотов в Латинской Америке. Так утверждает в своей новой книге «Преступление глубинного государства» знаменитый аналитико-политолог Тире Мейсан. Глубинное государство – это очень влиятельная часть американской элиты. Эти деятели использовали Ближний Восток для геополитического эксперимента. Дестабилизировать мир, получить экономические выгоды – это, по сути, новый формат колониальной элиты. Грабить слабые страны, но по-новому. Дональд Трамп, кстати, в эту группировку не входит. Формально начало новой политики положено 11 сентября 2001 года ужасающим терактом в Нью-Йорке, разрушением самолетами башен-близнецов. После этого теракта был принят так называемый «патриотический акт», который позволяет практически беспрепятственно следить за каждым американцем. Мейсан говорит о конце демократии в Америке, но он идет дальше и утверждает, что этот «патриотический акт» был задуман задолго до 11 сентября. Ограничение свобод входило в план. Еще один пункт плана – полный контроль над средствами массовой информации со стороны капитала. И мы видим, как на глазах деградируют западные СМИ. Уже и советские газеты на этом фоне выглядят светочем демократии. Евгений Баранов продолжит. На парижских книжных прилавках новой книги французского писателя и журналиста Тьерри Миссана нет. Нужно заказывать. Автор книги на родине считается неблагонадежным с того момента, как 16 лет назад позволил себе публично усомниться в официальной версии теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Все это время Миссан был вынужден жить и работать на Ближнем Востоке, где стал свидетелем того, как шаг за шагом реализовывала стратегия нового мирового порядка, возводимого на руинах башен пузнецов. Русское издание книги Миссана вышло под заголовком «Преступление глубинного государства от 11 сентября до Дональда Трампа». Нашего читателя вряд ли удивит то, что за событиями, происходящими в мире в последние два десятилетия, стоит группа людей, лишь немногие из которых являются официальными лидерами стран, так или иначе вовлеченных в эти события. Тот факт, что все происходящее совершается в исполнении чьей-то идеи, подчинено чьей-то логике и железной воле, тоже не станет для нас откровением. Книга Миссана – это возможность увидеть реальные механизмы, приводящие в движение современное международное отношение, со всем их цинизмом, лживостью и кровожадностью. Это результат моей работы последних семи лет. В сотрудничестве с разными правительствами я работал с дипломатическими документами, консультировал чиновников, дипломатов. Это не теория заговора, а описание методов работы у некоторых правительств за это время. Я не обязательно совершенно прав, но я близок к истине. Все сегодня видят, что мир как будто сошел с ума, разладился, но никто не понимает, как и почему. А я объясняю это, объясняю реакцию игроков. Я уверен в этих фактах. У глубинного государства, как и у любого другого, есть своя история. В новейшей американской истории отчет обычно начинают с убийства президента Кеннеди. Миссан же начинает отчет новой истории глубинного государства с 11 сентября 2001 года. По его мнению, в этот день в США случился государственный переворот, приведший к реальной власти в стране людей, объединенных общей идеей. Корни этой идеи в начале 90-х. В руководстве по оборонному строительству Пола Вулховица. Концепция глобального лидерства и пресечения любой возможной конкуренции. До 2001 года они исходили из того, что энергоресурсы иссякают. Им надо было контролировать все источники ресурсов, и в частности, поэтому они вторглись в Ирак. Но сейчас уже понимают, что на ближайшие 2-3 века нам хватит бензина и газа, может даже дольше. И политика Запада меняется. В основе ее и идеи, которые нормальный человек не в состоянии принять. Военные США уверены в необходимости рэкета в отношении всех существующих крупных государств и в разделении мира на две части. Для этого они начали деструкцию всего Ближнего Востока. Мы это видели в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане, Турции, Саудовской Аравии. И это не побочное явление, это цель. Смысл в том, чтобы уничтожить все крупные государственные институты, чтобы ничто не могло конкурировать с США. Мэйсан обращает внимание читателя на то, что ни одна из войн, развязанных при участии Вашингтона, не завершена, несмотря на смену администрации и правящих партий в США. А это значит, что глубинные Соединенные Штаты в действительности не нуждаются ни в свержении правительств, ни в присвоении ресурсов или контроле над транзитом нефти и газа в том или ином регионе. Их цель – полное уничтожение самих этих стран. Конечно, я не знаю точно, кто за это несет ответственность, но знаю несколько имен. Например, Хиллари Клинтон, генерал Петреус, Джеффри Фельдман – второе лицо Госдепа. Но сама система меняется со временем. В 2001 году ее возглавлял вице-президент Чейни. Больше он не играет там роли. Эта организация связана с правительством Великобритании и Израиля. У нас есть документальные свидетельства, но мы до сих пор не знаем, как точно все это устроено. Эта стратегия, полностью опровергающая существовавшую до недавнего времени концепцию современного империализма, была предложена профессором Томасом Барнеттом, старшим научным сотрудником факультета стратегических решений Центра военно-морских исследований Соединенных Штатов. Публичное о ней было заявлено в марте 2003 года, как раз перед нападением на Ирак. Согласно этой стратегии, мир должен быть разделен на две части. Стабильную зону, которой система благоприятствует, и зону хаоса, в которой люди не помышляли бы ни о каком сопротивлении и были бы заняты только тем, чтобы выжить. А трансанциональные корпорации беспрепятственно могли бы выкачивать оттуда необходимые для них природные и человеческие ресурсы, не будучи связанными никакими обязательствами и ни перед кем при этом не отчитывались. Однако новая карта Пентагона тогда показалась столь жестокой, что никому и в голову не пришло, что она может послужить для кого-то руководством к действию. В 2004 году один из сотрудников МИДа Великобритании распространил внутренние документы и, конечно, его сразу посадили. Но, судя по этим документам, Великобритания готовила арабскую весну еще в 2004 году. Другой документ — это тайный договор между Францией и Турцией, объясняющий события в Ливии и отчасти в Сирии. Также есть документ ООН с исправлениями немецкого правительства. Голый план капитуляции Сирии еще до войны. Просто поражаешься, читая его. Он такой жестокий. Сирии требуется гораздо больше, чем требовали при сдаче Японии после Второй мировой. При этом Япония инспирировала войну, а Сирия — нет. В зону неинтегрируемых государств, обреченных на хаос, попадают практически вся Африка, Центральная и Латинская Америка, кроме Бразилии и Аргентины, естественно, весь Ближний Восток с Турцией, Персидским заливом, Ираном и Пакистаном, вся Средняя и Юго-Восточная Азия и все Балканы, кроме Греции. Весь необходимый для этого инструментарий создан. Но есть проблемы. Сеть международных неправительственных структур, подрывная империя Джорджа Сороса, конгломерат мировых телевизионных каналов, включающий CNN, BBC, Sky News, France 24 и, конечно же, Аль-Джазиру, показавшие свою эффективность в событиях на Ближнем Востоке, сейчас мобилизованы на нейтрализацию Трампа. Трамп — это единственная публичная персона в США, сказавшая, что 11 сентября — это махинация. И пусть он не профессиональный политик, он очень хорошо понимает, как работает США. Он знает, что делать, чтобы запустить систему вспять. Он не империалист, но республиканец, обещавший прекратить империалистическую внешнюю политику. Он за то, чтобы прекратить деятельность международных террористов. Затем нужно прекратить подпитывать сепаратизм во всем мире. В Ираке Барзани организовал референдум по отделению всей захваченной им территории, названной Курдистаном. Он теперь остался один, его заставили уйти в отставку. И то же самое в Каталонии, где Пучдемон объявил о независимости и сразу остался в одиночестве. И когда он решил обратиться за помощью к Брюсселю, к НАТО, ему отказали. Все меняется. И пусть Трамп очень слабый президент, и чуть ли не вся администрация настроена против него, время все равно все меняет. Время действительно все меняет. И то, что еще совсем недавно представлялось маргинальной теорией заговора, сегодня может оказаться вполне вменяемым объяснением происходящего на планете. Тем более, что иных объяснений, кроме официальной демагогии, нет, а каждый день приносит что-то новенькое. Вот и с последним. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал мировую общественность обратить внимание на попавшие в интернет документы, доказывающие, что фонд Сороса, открытое общество, напрямую влияет на решения, принимаемые Евросоюзом. В властности приданы имена 226 депутатов Европарламента, а это более трети всего состава. А ведь еще несколько дней назад разговоры о том, что миллиардер и филантроп Джордж Сорос активно вмешиваются в мировую политику и пытаются управлять целыми странами, считались примитивной конспирологией. Евгений Баранов, Евгений Маруськин и Андрей Маслихов. Воскресное время.